Еще поделюсь с вами историей из практики. Как-то к нам обратилась девушка, она хотела зарегистрироваться в базе, ей было 33 года, она была мамой близнецов. Девушка в совершенстве говорила на английском языке, второй иностранный, у нее был французский, она работала в иностранной атишной фирме. И мы ее в базу взяли. Конечно, девушка с двумя близнецами, а дети были еще дошкольного возраста, то есть им было 4 или 5 лет, это сложная задача. Потому что если мужчина серьезно настроен, если это действительно настоящий серьезный мужчина, то он понимает, если он берет ответственность за женщину, начинает с ней строить отношения, то он берет ответственность за ее детей. И если мужчина может выбрать, с какой девушкой ему строится отношение, то вполне логично и нельзя мужчину обвинять в том, что он выбирает более легкий путь. Допустим, при равных условиях он выбирает девушку, у которой нет двоих маленьких детей от предыдущих отношений. И вот к нам обрешается мужчина, программист. Ему 38 лет, у него у самого двойня, которая живет с ним, то есть двое детей, мальчик и девочка. И он хочет познакомиться с женщиной для того, чтобы построить отношения. Он хочет женщину помладше, то есть мы смотрим от 30 до 35, мужчине 38, и он не против познакомиться с женщиной, у которой есть дети. Этот мужчина говорит и по-английски, и по-французски, еще и по-русски, редкая удача, он живет в Европе. И этот мужчина увлекается музыкой. А девушка, которая мама близнецов, она тоже закончила музыкальную школу, и она ведет кружок детский. Мы подумали, что вау, может быть классная пара. И вот мы звоним девушке на радостях, с мужчиной поговорили, он, конечно, сначала немножко напрягся, что девушка, у которой двое детей, а потом говорит, ну у меня же тоже двое, давайте попробуем познакомиться. И вот мы звоним этой девушке, говорим, что ура, у нас появился мужчина, который заинтересован в знакомстве с вами, у вас так много общих интересов. Рассказываем девушке о мужчине, показываем фото, она говорит, ну вы симпатичный, мы говорим, у него двое детей, тоже двойня, она говорит, двое детей. Я не пойду на свидание с мужчиной, у которого двое детей. У меня двое детей. То есть мне нужен мужчина, который будет любить моих детей. Я не хочу строить отношения еще с его детьми. Нет, я на свидание не пойду. Мы, мягко говоря, были удивлены. У мужчины все закончилось хэппи-эндом. Он женился на девушке, на учительнице музыки, на разведенной маме с одним ребенком, там все хорошо. Судьба девушки с близнецами мне неизвестна достоверно, знаю, что она все еще не вышла замуж, потому что к нам потом приходили ее подруги регистрироваться в базе. Всем любви. Удивились они, господи. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. А что вы удивились-то? Это же РСП, это же богиня, ты что? Во-первых, хочу подчеркнуть, это же насколько мужчина должен себя не уважать, чтобы пойти в брачное агентство, агентство по знакомству, короче, не знаю, что ли там, свахи какие-то, в общем, да? И найти бабу, короче, себе РСП, даже не самому, и ходит по улице Божьей, наверное, каждая вторая, это как минимум, да? Он деньги за это платит, чтобы ее только найти. Внимание, ребята, не обеспечивать ее потом, а только чтобы найти ее бабки заплатил уже. Это новый уровень аринизма, ребята. Ну это ладно. Тут РСП, типа, нахер мне его дети, так это нормально. Вы, пока будете их на пьедестал возносить, вот такое отношение будут, ты что, мои деточки, это королевские особи, да? А вот это вот у него, там вот эти вот прицепы, мне нахер не нужны, как бы, у меня дети лучше, чем у него, я не хочу там в семье вообще, да? А меня обеспечивать с моими деточками, это нормально, это супер, ребята. А чего мы будем ожидать от этих РСП, если мы вот так вот будем в ранг богиних? Мы же сами их возносим туда. Эта-то оленяка платит, чтобы с ней познакомиться. Эти агентства, блин, по недвижимости создали, как бы, ну а чего-то дождать, е-мое, блин. Ну, кушайте, не обляпайтесь.